15 часов 27 минут, связь восстановлена, и я надеюсь услышать голос Сергея Жирнова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Всем нашим слушателям привет. Вот так вот звучит голос вроде бы обычного человека, так и должен звучать голос в прошлом разведчика-нелегала, чтобы никто на него не обращал внимания. Правильно я говорю, Сергей? Правильно, абсолютно. Человек, который работал в нелегальной разведке, должен быть абсолютно непроницаем для контрразведки. Но я все-таки хочу с вами поговорить о вещах серьезных, тем более, что сегодня вы и политолог, и публицист, и журналист, и следите за всем, что происходит и в области войны, которая происходит в Украине, и в том числе, что происходит в Москве, в Кремле. Более того, я еще раз скажу, что я приглашаю наших радиослушателей посетить канал в Ютьюбе Сергея Жирнова. Он называется канал бывшего разведчика-нелегала Сергея Жирнова. Подписывайтесь на этот канал, соответственно, и уверен, что та информация, которую вы получите от Сергея, будет вас не только впечатлять, но и укреплять ваши здравые мысли. Я сейчас хочу вас спросить вот по поводу чего. «Нью-Йорк Таймс» опубликовал расследование, и в рамках этого расследования была информация о том, что Нафталиб Беннетт, в прошлом глава израильского правительства, премьер-министр, дважды встречался с российским президентом Владимиром Путиным осенью 2021 года, 2021 года, и потом весной 5 марта 2022 года в Москве. Нам интересен второй раз, когда премьер-министр полетел в Шаббат, чего обычно премьер-министры не делают. Три часа разговоров с Путиным, потом полет в Берлин, и было предположение, что израильский премьер предложил посредничество в переговорах с Украиной. Ваше мнение, если вы знаете что-либо об этом, что вы думаете, и чья это была инициатива? Как вы думаете? Я думаю, что это была инициатива именно так, в том смысле, о котором вы рассказали, что это была инициатива посредничества. Тогда было несколько стран, которые предлагали такие условия. Ну, всем известно, Эрдоган, Турция, очень активно посредничал президент Макронсусский, перезванивался с Путиным и практически наговорил с ним 100 часов телефонных разговоров. И затем был израильский премьер, который приезжал в Москву. Я думаю, что это была инициатива израильтян, но которая привезла в Москве. То есть вы считаете, что в случае, скажем так, положительного исхода, Путин смог бы довериться руководству Израиля в вопросах решения войны в Украине? Ну, тут идет разговор не о том, чтобы довериться, потому что в том смысле он же не перекладывает свои взаимоотношения с Украиной и военное решение на какую-то третью страну. Он просто использует третью страну, мог использовать третью страну в качестве, так сказать, посредника. Причем, кстати, в то время больше в таком посредничестве была заинтересована скорее Украина, чем Россия. Потому что у России тогда еще было ощущение, что они могут выиграть эту войну. Хорошо, спасибо. Теперь вопрос номер два. Это история с Виктором Бутом, который отбывал 25-летний срок в США за заговор с целью убийства американцев, официальных лиц США, за торговлю оружием и пособничество террористической организации. Для чего Кремлю этот человек? Ну, это вообще вопрос очень непраздный, потому что, строго говоря, для Кремля... С моей точки зрения, это очень плохая была инициатива Кремля, потому что они проиграли таким образом в имидже своем на международном уровне, потому что, конечно, у Виктора Бута очень плохая репутация в мировом плане. Но то, что ему там менялось в виду Соединенными Штатами Америки, это тоже не совсем соответствует действительности, потому что его, грубо говоря, он попал в ловушку американскую, потому что ему спецслужбы американские создали специальную ловушку, выдали себя за представителей колумбийских оппозиционеров и таким образом выманили его в третью страну, где и арестовали. Но для российской стороны он был прежде всего интересен тем, что он же торговал оружием, а, как вы понимаете, оружие это в Российской Федерации, его нельзя купить на Бутовском рынке, если вы мне позволите такую маленькую игру слов. И поэтому, естественно, оружие это покупалось через Министерство обороны или через связи Бута в Министерстве обороны. Он сам, в принципе, был встроен в систему Главного разведывательного управления, потому что он оканчивал Институт военных переводчиков, а военные переводчики в Министерстве обороны – это Главное разведывательное управление. Соответственно, у него, возможно, еще оставались какие-то секреты, и российская сторона предпочла иметь его на российской территории, а не в американской тюрьме. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, который, на самом деле, наверное, уже избит. Вам его тоже задавали, наверное, десятки тысяч раз. Не, наверное, а точно, потому что я слежу за вашими выпусками. Но все-таки, тем более, что вот прямо сейчас Путин приземлился в Белоруссии, скажите мне, вот этот вот уже избитый, затасканный вопрос о двойниках президента России. Вот я лично не верю, что они существуют. Но вы, человек, который имел доступ к гораздо более секретной информации и сами неоднократно об этом говорили, неужели вы верите, что у него могут быть двойники? Да, я верю в то, что у него могут быть двойники, потому что, в общем, мы замечаем отличия в походке, мы замечаем отличия, кстати, даже в корпуленте человек, который иногда появляется. Бывают различия поразительные буквально за несколько часов. Накануне Путин такой, а на следующий день совсем другой. И по этому поводу совершенно не исключается вариант, учитывая то, что у Путина специальная голова. Он очень боится за свою жизнь. И он ленивый человек. Это я тоже уже многократно отвечал. И по этому поводу такие двойники, с точки зрения, могут быть использованы, если речь идет о каких-то представительских мероприятиях, где надо появляться на публике. То есть есть риск получить пулю от снайпера где-нибудь на публике, на широкой. И где не надо ничего, срок говоря, озвучивать, говорить. То есть возложить какой-то веночек куда-нибудь, перерезать ленточку какую-нибудь, похлопать по плечу каких-то строителей, не строителей, спортсменов или еще кого-то. Вот на эти случаи, в принципе, двойник вполне возможен. Как вы сами понимаете, на случае переговоров, на которые, допустим, сейчас Путин поехал в Белоруссию, никакой двойник вместо него на переговоры не поедет. — Более того, я вот сейчас смотрел, конечно, информация не проверена, но говорят, что одновременно поднялось три борта, для того, чтобы не было понятно, где именно летит президент. Но как раз давайте поговорим в том числе и о Белоруссии. Совсем недавно приземлился самолет. Путина встречал Лукашенко, встречал со своим сыном Николаем. И впервые за три года президент России прилетел в Минск. Понятно, что приезжал конкретно, понятно, что нужно будет о чем-то серьезном говорить. В вашей версии, что будет происходить сейчас? Будут включать Беларусь в Российскую Федерацию? Будут втягивать ее в военные действия? — Ну, там много-много вопросов. Сначала я отвечу на вашу ремарку по поводу трех самолетов. В общем, это совершенно нормальная ситуация, потому что мы знаем, что американские президенты тоже используют три большие автомобиля, в которых перемещаются американские президенты. Ты никогда не знаешь, в каком именно автомобиле находится американский президент. Точно так же у Путина может быть три самолета. А зачем он приехал в Беларусь? Ну, Беларусь, скорее всего, прилетел давить на Лукашенко, чтобы добиться от Беларуси участия или соучастия в этой войне. — Кстати, я, насколько знаю, опять же, информация непроверенная, поэтому я не хочу распространять фейки, но все-таки говорят, что вчера сообщили Путину, что Лукашенко заболел, что у него грипп, и на что президент России сказал, я знаю из других источников, что он в порядке. Это могло быть такое, да, что президент Беларуси не хотел этой встречи? — У нас немножко прерывала связь, поэтому я слышал только половину вопроса. — Давайте я повторю. — Если можно, повторите его, потому что иначе мне придется отвечать на загадку. — Нет, давайте я повторю, конечно. Это все еще тема визита Путина в Беларусь. Дело в том, что вчера проскочила информация о том, что Лукашенко пытался избежать встречи, сообщив в Москву, что у него грипп, чему Путин, говорят, не поверил, сказал, что из других источников мы знаем, что Александр Григорьевич здоров. Как вы думаете, могло быть такое для того, чтобы не состоялась эта встреча? То есть могла быть такая версия, что Лукашенко не хочет встречаться с Путиным? — Да, вполне возможно. Вполне возможно такая версия. Я, кстати, сегодня отвечал на интервью одному украинскому каналу. Меня спросили о том же самом, и я сказал, что, в общем, это самая для меня логичная версия, потому что Лукашенко, в общем, не очень хочет, явно не очень хочет вступать в войну реально на стороне России, несмотря на все его заявления. И такая отмазка гриппозная, сослаться на то, что он болен, и учитывая, что Путин боится всяких контактов...